Пожалуй, самое долгожданное изменение – ужесточение ответственности управляющих компаний за некачественно оказанные услуги. Если раньше коммунальщики только делали перерасчет, то сейчас люди вправе требовать еще и неустойку в размере 30% от стоимости этой самой услуги. Это особенно актуально для тех, у кого из крана вместо горячей воды бежит чуть теплая, а батареи греют еле-еле. Такие жалобы регулярно поступают и в управляющие компании, и в общественные организации. Несмотря на разгар отопительного сезона, в некоторых квартирах по-настоящему холодно. Всего 14-16 градусов. Теперь коммунальщикам будет невыгодно, чтобы люди мерзли или подолгу сливали воду, чтобы она стала горячей. Никакие объяснения, что сети изношены или система водоснабжения тупиковая, уже не сработают. Вы можете качественно оказывать услугу – платите за это. Для начала необходимо составить акт, который требуется для перерасчета. Этот акт составляется либо в присутствии представителей управляющей компании, который должен явиться через два часа с момента обращения, либо в любое другое оговоренное время. Либо, если он не явился в установленное время, то самостоятельно в присутствии председателя совета дома и двух соседей. Параллельно с этим актом направляется обращение в службу строительного надзора женщинного контроля Красноярского края о том, что неправильно осуществляется начисление оплаты за коммунальную услугу, потому что коммунальная услуга оказывается некачественной, либо не оказывается вовсе. Ошибки в начислениях тоже будут дорого стоить управляющим компаниям. За неправильную сумму в платежке им придется отдать половину этой самой суммы. И не в государственную казну в виде штрафа, как раньше, а самому собственнику. Коммунальщики говорят, они согласны с тем, что качество их работы надо повышать. Однако считают, чтобы люди лучше работали, им нужно больше платить. Это, во-первых, дисциплина среди персонала на сегодняшний день. И, с другой стороны, это квалифицированные работники. Квалифицированные работники, естественно, на такую зарплату, как у нас на сегодняшний день, это где-то в среднем 15 тысяч рублей в месяц, не идут. Естественно, зарплату надо повысить. Повысить зарплату мы только можем в связи с изменением жилищной услуги. Ее размера? Да, размера, да. Потому что других источников финансирования у нас нет. Еще одно важное нововведение коснется индивидуальных счетчиков на воду. За этот год повышающий коэффициент для тех, кто их до сих пор не установил, должен вырасти с 20 до 70 процентов. Но здесь возникает парадокс. Пока платить больше людям не придется. На фоне увеличения коэффициента правительство края снизило нормативы потребления воды. И вышло так, что даже если повышающая ставка достигнет к концу года максимального значения, жильцы будут платить за горячее и холодное водоснабжение чуть меньше, чем в конце 2015-го. Однако здесь есть свои тонкости. Сами нормативы немножко снизились, но не по всем степеням благоустройства. Так как на федеральном уровне довели количество пользования процедур санитарно-техническими устройствами. Ну то есть сколько раз человек пользуется ванной, раковиной и прочими устройствами в течение месяца. И в зависимости от набора таких санитарно-технических устройств в жилых помещениях, их были рассчитаны нормативы. В этом году на 5 процентов повысится плата за капитальный ремонт домов. Для понимания, в Красноярске, к примеру, этот взнос вырастет в среднем на 30 копеек за квадратный метр. Платежки с новыми суммами люди получат уже в феврале. Специалисты отмечают, эта мера вынужденная. Ведь стоимость работы растет с каждым годом и выполнять их нужно. В любом случае мы должны создать обязательный фонд капитального ремонта, который позволит нам осуществить все запланированные ремонты. Просто на уровень инфляции. В этом году, возможно, будут приняты решения для пенсионеров, одиноко проживающих, будут установлены льготы. Зато начать работу в региональном фонде капремонта пообещали на полгода раньше, чем в прошлом году, уже этой весной. Сейчас люди заканчивают определяться, что именно нужно сделать в их доме. А таких в этом году будет сразу 447. Алина Штоколова, Александр Ольхов. Новости.